Уважаемые друзья, на нашем календаре 7 июня, понедельник, а значит пришло время познакомиться со свежим выпуском газеты «Новая Бурятия». Минувшая неделя была очень плодотворна на различного рода политические, экономические, культурные события, но мы хотим познакомить вас только с самыми главными. Ну, конечно, главным на сегодня это, безусловно, является подведение итогов праймерис, закончившийся 30 мая. Это первый праймерис, когда партия власти провела его в онлайн-режиме, как вы знаете. Итоги кто-то назвал абсолютно предсказуемые, кто-то скрывающими, скажем, дальнейшую интригу. Тем не менее, по факту мы имеем некую политическую инновацию и состоит она в том, что, ну, помимо того, что впервые мы видим участие исключительно в онлайн-формате в предварительном голосовании, помимо этого у нас порядок размещения кандидатов был изменен. Зачем партия власти изменила этот порядок? Кто тот фаворит, кто способен поднять партию «Единая Россия» на новую высоту? И на самом деле Алексею Самбоевичу удалось перезагрузить нашу «Единую Россию», наше региональное отделение, читайте об этом в нашей публикации, которую мы назвали «Цифровая партия». Ну, среди прочих событий, как вы знаете, это посещение на прошлой неделе столицы республики первым космонавтом Монголии Гуракча, как имя, которое известно нам с самой школьной скамьи. И вы знаете, что встречу высокого гостя провел у нас спикер Народного хурала Владимир Павлов. Мы продолжаем следить за тем, что происходит у нас в сельских наших районах. И в этом номере вы можете познакомиться с публикацией нашего спецкорреспондента Александра Гармаева, который посетил село Цакир Закаменского района. Почему в этом селе закрывается клуб? Какой выход увидят сельчане из этой, казалось бы, безвыходной ситуации, об этом также вы можете познакомиться на страницах «Новая Бурятия». Значимым событием мы считаем подведение итогов на прошлой неделе конкурса на лучший эскиз скульптуры, которая будет установлена в нашем визитной карточке республики города Улан-Удэ в аэропорту Байкал. И, как вы знаете, победителем конкурса стала работа питерских скульпторов Вячеслава Бухаева и Матвея Макушкина. Ну, не без сюрпризов у нас получились подведения итогов конкурса, поскольку одним из членов жюри было заявлено, что работа ГСР, которая была представлена доминантой в данной скульптурной экспозиции, она, скажем так, до критического уровня почему-то напомнила представителю жюри работу другого известного бурятского скульптора. Ну, вот как бы развеивая все вот эти вот домыслы и желая все-таки глубже узнать о всех тех сверхзадачах, которые были заложены авторами в этой скульптурной композиции, мы решили взять интервью из первых уст у Вячеслава Борисовича Бухаева. И вот очень, скажем так, подробное интервью о работе, которое называется, кстати, «Красные ворота, летящие в облаках ГСР», вы можете прочитать на страницах нашей газеты. Мы всегда с большим вниманием относимся к письмам, которые приходят в редакцию, к тем просьбам, с которыми обращаются наши жители. И вот в очередном номере мы публикуем большую статью, которая посвящена выпускникам факультета Мехфак Восточно-Сибирского технологического института 1971 года выпуска. Статья насыщена воспоминаниями, насыщена действительно, можно сказать, формулами, полученными у любимых преподавателей, не только формулами, которые помогли в профессии, но и помогли действительно в жизни. И вот спустя полвека инициативная группа данного выпуска приняла решение, несмотря на ковид, несмотря на прочие обстоятельства, собрать под одной крышей в Улан-Удэ, в Бурятии, выпускников. Вот статью об этом, а также все контактные телефоны мы указали в этой публикации. Ну, хотелось бы напомнить о том, что газету можно прочитать не только в городе Улан-Удэ, где она распространяется по торговым точкам, но также в каждом районном центре. Через систему Почты России у нас осуществляется безадресная доставка. И работают, как и у всех СМИ республиканских, сайты, соцсети и прочие каналы связи. Ну и завершить наш сегодняшний обзор мне хотелось бы приятным известием о том, что со следующего номера мы объявляем розыгрыш денежного приза. В чем заключается розыгрыш? Читатель, обнаруживший в газете на любой ее странице печать и соответствующую надпись, может претендовать на сумму в 500 рублей. Получить эту сумму можно в редакции. Для этого достаточно сообщить об этом, прийти сюда, ну и, конечно, принести данный номер газеты. Ждем вас с большим нетерпением. Всего хорошего. До новых встреч.